Промышленность, IT, наука и социальная сфера. Об этом сегодня говорили на Большом совещании у президента. В центре внимания проекты важнейших документов направлены на развитие традиционных отраслей, таких как машиностроение, металлургия, деревообработка, а также стимулирование цифровой экономики и обеспечение занятости. Обсудили новую редакцию декрета номер 3 о предупреждении социального иждивенчества. Обновленные документы заработают в полном объеме с 1 января 2019 года. Он будет приземленный и сбалансированный. Неизменным остается требование президента о создании максимальных условий для трудоустройства тех, кто хочет работать в трудной ситуации, помочь, нежелающих работать заставить. К слову, тема создания новых рабочих мест обсуждалась через призму работы над концептуальным документом для самой прорывной отрасли белорусской экономики, IT. Впрочем, говорили не только о ней. Предметно обсудили положение дел в наших традиционных отраслях. При этом президент напомнил о своем недавнем поручении. Сокращать поддержку предприятий реального сектора со стороны госбюджета и банков. Еще одна тема – деятельность белорусских ученых и оплата их труда. Заработок в этой сфере должен зависеть от конкретных результатов. Итак, на финише 2017-го по сути расставлены все точки над «и». Обо всем по порядку наш политический обозреватель Наталья Брюс. В преддверии Нового года принято не только готовиться к праздникам, но и подводить итоги, завершать все дела. 2017-й войдет в историю Беларуси как время принятия важных решений для экономики и бизнеса, например. Но на столе у главы государства еще приличный пакет документов. Документы разноплановые. И сегодняшняя встреча с правительством и топами госорганов нужна для того, чтобы расставить все точки над «и» для реального сектора науки и в вопросах занятости и спокойно завершить этот год. Подписание важных документов всегда предваряет детальное обсуждение. Такого правила придерживается белорусский президент. Ведь от этих решений многое зависит. Нужно видеть наперед. Например, за более чем десятилетнее существование парка высоких технологий стало понятно решение, а его создание было очень своевременным. Ставка на IT сыграла, хотя в то время цифровая реальность казалась фантастикой. Сегодня она вокруг нас, и роботы повсеместно, и это уже обычное дело. Но нужны условия для дальнейшей трансформации экономики. Все необходимое прописали в декрете. Там все от возможности использования британского права, современных финансовых инструментов, блокчейн, например, до развития новых видов высоких технологий, таких как искусственный интеллект, беспилотники и большие базы данных. Мы взяли курс на развитие цифровой экономики. Недавно рассмотрели эти вопросы на совещании. Завтра также мы будем касаться на более широком форуме этих проблем. Теперь хочу услышать о конкретных аспектах этого масштабного проекта. Как они повлияют на традиционную экономику и уже без присутствия заинтересованных, что это даст для страны. По сути, декрет выходит за рамки решения проблем исключительно IT-отрасли и закладывает фундамент для построения в Республике Беларусь того, что сегодня называют цифровой экономикой, причем включая и традиционные отрасли. Декрет о развитии цифровой экономики – это не только для IT, а скорее общее правило игры для всех, кто понимает, что без цифры немыслимо сегодня даже самое традиционное производство. Почти миллиардную прибыль сегодня приносит Белорусский парк высоких технологий. Таких примеров может стать больше. Мы сохранили людей. Молодежь не уехала никуда. И не под столом работает. Это поступление в бюджет. И вот надо создать такие условия, что сюда пришли ведущие фирмы, которые создают системный продукт. Из России пришли, из Запада пришли. Ну и вообще, как бы мы на новом уровне живем, у нас действительно должна быть цифровая экономика. Документ нужный, нет никаких сомнений и со дня на день ожидается будет подписан. Но вот какие возможности открываются для бизнеса, об этом предстоит предметный разговор с представителями деловых кругов. Уже завтра такая встреча пройдет во Дворце независимости и рассчитывают, что вкупе с принятыми шагами по созданию благоприятной сферы для предпринимателей это станет драйвером роста для частного сектора. Роботизация и цифровая экономика, то есть в крупной промышленности, конечно, приводят к сокращению занятости. Поэтому очень своевремен пакет либерационных нормативных актов и декрет номер 7, которые должны создать и стимулировать создание новых рабочих мест, особенно в сфере услуг, куда высвобождающая численность должна быть перемещена и там обеспечить свою занятость. Роботы пока точно не заменят человека, но искусственный интеллект заметно перекраивает рынок труда. Вопросы занятости остаются на первом месте. Декрет о предупреждении социального иждивенчества стал попыткой найти баланс по вопросам трудоустройства. С одной стороны, вывести из тени серую экономику тех, кто трудился, а налоги не платил. С другой, было желание помочь тем, кто хочет, но не может найти работу. Документ получился неидеальным, и практика показала слабые места. И все это постарались учесть в новой версии. Мы должны доработать этот проект с учетом тех недостатков, которые были, и ошибок, возможно, которые были допущены при разработке декрета номер 3. Сделать его приземленным. Во-первых, его надо сбалансировать. Дать возможность людям, во-первых, с одной стороны, трудоустроиться, с другой стороны, заставить тех работать, кто сегодня может, но не хочет. И второе концептуальное требование – не мы отсюда, с центра, должны выискивать этих неработающих людей и принимать к ним меры. Они живут в конкретных городах, в конкретных селах. И там есть органы власти, которые разберутся. Может человек работать, не может. Попал он в трудную ситуацию и не попал. Если попал, его надо поддержать. Если человек просто действительно тунеядец, значит, его надо заставить работать. И этим будут заниматься местные органы власти. Мы им должны создать правовой коридор, как юристы говорят, правовое поле. То есть стимулировать занятость будут, но грести всех под одну гребенку нет, не получится. Это понимают в правительстве. Поэтому постарались прописать максимально индивидуальный подход в обновленном декрете. При этом власть не снимает с себя задания по созданию рабочих мест. Здесь же мы закладываем и такой механизм, как если ты можешь и должен работать, а не хочешь. Это уже предусматривает возмещение затрат по 100% их сумме тех услуг, которым определит правительство. Правительству отведен первый квартал для разработки перечня услуг, которые возмещаются из бюджета для того, чтобы неработающие граждане понимали, за что они будут платить. Также правительство определит критерии отнесения – плательщик, не плательщик. За год Минтруда сформирует специальную информационную базу. От существующего сбора по возмещению госрасходов откажутся. В полном объеме обновленный документ должен заработать с 1 января 2019 года. В сфере науки работает более 25 тысяч человек. На съезд ученых, который прошел неделю назад, приехали не все. Но вот вопросы, которые там обсуждали, от внедрения разработок до оплаты труда, касаются каждого. Еще в апреле Александр Лукашенко поручил разобраться с тем, как начисляется зарплата ученым. Станут ли на практике ученые получать достойную зарплату за результаты своей работы? Это главное концептуальное требование. Есть результат – платим. Работаешь на результат – авансируем. По результату надо заплатить большие деньги ученым. На съезде я обещал, что этот проект документа будет мною подписан. Отдельно рассмотрим предложение Академии наук о создании и условиях работы национального наушно-технического парка Белбеоград. У меня такое впечатление, что чем образованнее и ученее человек, тем больше он начинает выдумывать. Национальный наушно-технический парк. Без национального не обойдемся, да? Надо выдумать обязательно какой-то статус особый. Ну и самое главное, насколько востребованным жизнью является этот проект. Что он даст для развития науки и экономики. Создание Белбеограда лоббирует Академия наук. Такой технополис должен стать национальным проектом, который под своей крышей соберет всех, кто развивает био, нанотехнологии или фармпроизводство. Это позволит создать более тысячи рабочих мест. Для резидентов хотят предусмотреть налоговые льготы и преференции. По принципу ПВТ, кстати, и располагаться они будут рядом. Белбеоград предусматривает привлечение, то есть создание условий для привлечения инвестиций. Национальные инвесторы могут быть, но в большей мере мы ориентируемся на привлечение иностранных инвестиций. Поэтому у нас есть разработки, необходимые инвестиции. Будем создавать производство наукоемки. И ученые смогут реализовать свои идеи, свои разработки. Стоит ли овчинка выделки, что это даст науке и экономике? Такие логичные вопросы задает президент, правительству и руководству Академии наук. В целом идея поддержана, но подробный расклад по этому проекту должен быть представлен президенту в ближайшее время. Планируется, что на начальном этапе Белбиоград будет курировать 30 проектов. На старте это принесет миллионов 200 долларов, а в перспективе миллиард. Что будет в кармане ученых и за какие инновации? Бюджетные организации были достаточно ограничены. По повышению заработной платы надбавок ученым, в соответствии с указом, будем иметь возможность до 300% повышать заработную плату ученых. Это не значит, что все поголовно получат такое повышение. Именно за результаты работы ученые советы будут рассматривать институтов, и президиум Академии наук будет рассматривать эти вопросы и принимать решения по повышению. Электролитическая ванна, в которой происходит процесс осаждения меди из-за медного электролита. Вот как раз таки он и дает такую характерную ярко-голубую окраску. Купание в такой ванне способно защитить от электромагнитного излучения датчики, сенсоры и микросхемы. Детали, которые потом станут частью, к примеру, аэрокосмического оборудования. Это поясняет молодой ученый Алексей Труханов. Он не только ведущий сотрудник лаборатории научно-практического центра Академии наук по материаловедению, но еще и глава ассоциации наноиндустрии. В НПЦ пришел сразу после окончания университета и остался здесь работать, как и его старший брат. В лаборатории занимается не только фундаментальными исследованиями, но и прикладными разработками. Я считаю, это действительно правильный подход. Деньги должны быть заработаны, и финансовое вознаграждение должно быть, скажем так, прям пропорционально затраченным усилиям. Это нормальная практика, то есть, когда научные результаты коммерциализируются, никто с этим не спорит. Но тут важно понимать, что без фундаментальной науки, прикладной науки невозможно. Без новых технологий и модернизации сегодня не выжить, а особенно в промышленности. Это понимали на металлургическом заводе в Жлобине, когда в 2012-м взялись за самый масштабный проект обновления в истории предприятия. 120 метров в секунду и из раскаленного прокат становится охлажденным. Сегодня на этом производстве выпускают в месяц примерно 60 тысяч тонн продукции. Работают исключительно под заказы и по предоплате. География экспорта этого сорта прокатного цеха – 33 страны мира. К тому же, это принципиально новый вид продукции с высокой добавленной стоимостью. Катанка, прокат в бунтах, строительная арматура, круглый прокат для автомобилестроения. Сегодня БМЗ может предложить именно то, что востребовано на мировом рынке. Но к моменту запуска нового цеха кардинально изменилась как раз-таки ситуация с ценами. На этом мировом рынке они упали почти в два раза. Соответственно, бизнес-план пришлось пересматривать. Хорошо, что государство подставило плечо. За 2017 год, за счет того, что мы перестали продавать литую заготовку, а стали продавать более дорогую продукцию нового стану, мы получили экономический эффект в размере 32 миллионов долларов США. Мы ожидаем выручку в целом по заводу в этом году на уровне 1,2 млрд долларов. За 2016 год объем продаж составил менее 900 миллионов, то есть темп роста более 30%. Как видно, выходят на неплохой результат. Поддержка была очень кстати, ведь нехватка оборотки бич многих промышленных предприятий сегодня. Если на БМЗ сказалось падение мировых цен, то у многих добавляются еще просчеты в бизнес, планирование и недоработки прошлых лет. Правительство предлагает отдельным предприятиям настоящий спасательный круг на время трудностей. Кредитная ноша – тяжкое время, которое не позволяет эффективно работать и развиваться. Я хотел бы посмотреть в глаза, откровенно говоря, членам правительства, которые вносят предложение опять из бюджета кого-то чего-то поддерживать. На эту тему мы с вами уже говорили. И администрация президента после жесткого требования внесла предложение, в том числе и кадровое. Они будут поддержаны. Как предлагаемые меры повлияют на стабильность работы наших флагманов в металлургии, машиностроении, деревообработке, домостроении. Я имею в виду эти проекты документов, где вы опять просите поддержки для предприятий из бюджета. Жесткий подход президента обоснован. Подпитка из бюджета не может быть бесконечной. Поддержать готовы тех, кто действительно имеет временные трудности. Но при этом работает эффективно, с прибылью, имеет в портфеле пакет контрактов. На мировом рынке оживление это сразу почувствовала белорусская промышленность. По итогам года плюсует 6%. Есть заказы выполнить бы. Поэтому для многих, того же БМЗ, МАЗа, Ивацевич и Древ, реструктуризация долгов, бюджетный заем станет очень своевременной и нужной помощью, как в свое время стала модернизация. Самый главный эффект состоит в том, что если бы мы не сделали эту реконструкцию, этих предприятий сегодня уже не было бы. Суть этих трех указов БМЗ, МАЗ, МТЗ, что оказать поддержку тем или иным путем по пополнению оборотного капитала, реструктуризации его оборотного капитала, для того, чтобы они смогли выполнить те заказы, которые у них уже есть. Тем, кто действительно работает, пойдут навстречу, но только при наличии перспективных проектов и условия поддержки согласованы более жесткие, нежели предлагали изначально. Причем по каждому четкий график погашения задолженностей. Но постоянно надеяться на бюджетную соску не стоит. Промсектор должен рассчитывать на себя. Наталья Бриус, Илона Красудская, Ольга Холодович, агентство Тельновостей.